Больше 4 тысяч звонков вместили в себя 11 школьных лет. По традиции 25 мая выпускники слышат знакомый с детства звук в последний раз. Праздник, символизирующий окончание долгих учебных будней и переход в новую жизнь. Закончились контрольные работы, звонки на перемену, домашние задания и уроки. А впереди выпускников ждет трудный марафон под названием «Высшее образование». На торжественной церемонии прощания с детством побывала и наша съемочная группа. Кажется, еще вчера они впервые переступили школьный порог, а уже сегодня им приходится прощаться с учителями и одноклассниками. Позади остались тетрадки, страх перед преподавателем, открывшим классный журнал «Детские шалости». Впереди взрослая ответственная жизнь. Последний звонок, самый трогательный и незабываемый из школьных праздников. У всех этот день вызывает схожие ассоциации. Грусть, расставание, добрые напутствия. Это символ окончания школьной поры, рубеж между детством и взрослой жизнью. Для учителей это прошел кусочек профессиональной жизни, в период которого они всем, тем, кто присутствует на линейке или сейчас находятся за партами, отдавали свои знания, доброту и любовь. Для родителей это шок, потому что дети их стали взрослее. Для вас, ребята, выпускники, это, наверное, самый большой праздник надежды. Сказанные на празднике слова с годами исчезнут из памяти, но сладкогорький привкус момента навсегда останется в сердцах выпускников. День, о котором мечтал каждый из стоящих на торжественной линейке, в итоге приносит не меньше грусти, чем радости. Школьные уроки закончились, а вместе с ними незаметно уходит и детство. Каждый год, слушая трель последнего звонка, выпускники жалеют о том, что пора прощаться. Но новое поколение продолжает мечтать о собственном последнем звонке. Ну, когда ж таким я буду? Сколько ж можно еще ждать? Десять лет пройдет, покуда я смогу студентом стать. С грустью, но все-таки с легким сердцем и гордостью отпускает выпускников большое плавание преподавательский коллектив лицея Политек. Тем временем в 13-й школе торжественная церемония только начинается. Какой бы сильной ни была тоска по школьным будням, вернуться в первый класс и прожить волшебные годы еще раз не хочет ни один выпускник. С одной стороны, хочется вступить в новую жизнь, а с другой стороны, прощаться со школой, с старыми друзьями, это тяжело. И поэтому как-то даже не ощущается на себе то, что конец школы. Хотел бы в первый класс с той стороны, что там проще. Так, нужно познавать взрослую жизнь, поэтому нужно идти вперед. Очень год быстро пролетел, не ожидали, что все так быстро пройдет. Очень волнуемся, как бы страшные экзамены впереди, волнительно все. Но в то же время очень ждали этого дня уже, когда он случится. И взрослую жизнь хочется, но надо иметь же голову на плечах. И все смешанные чувства такие. Конечно, я буду по школе скучать, но все же устал. Хотелось бы побыстрее экзамены сдать и все, идти отдыхать, готовиться к поступлению. А эти выпускники из родной школы ушли уже давно. Свой последний звонок ученики восьмой школы услышали в стенах лицея номер 16. Но это ничуть не изменило ход праздника. Все те же белые банты, море цветов, улыбки и слезы. Живешь с детьми общими заботами, радостями, гористями. Где-то, может быть, излишний строк, многое прощаешь. Но дети, они добрые очень, поэтому, к счастью, к нашему трудоучительскому, по окончании школы они говорят огромное спасибо учителю. И труд его помнят долгие-долгие свои годы. Уроки для выпускников уже закончены, но школьный порог им придется перешагнуть еще не раз, проверив свои знания на госэкзаменах, о которых ученики уже слагают песни. А впереди у выпускников целая жизнь, в которой не раз еще придется сдавать экзамены. И не только учебные, но и на силу характера, умения добиваться поставленных целей и преодолевать трудности. И вот мелодия прощания со школьной порой – трель звонка. Тем временем выпускники младшей школы свой последний звонок воспринимают скорее как знак к началу школьных каникул. Хотя всю серьезность новой ступени в жизни пятого класса ребята осознают. Прощаться же тоже не хочется с малой школой. Поэтому мне кажется, что надо мысленно остаться тут, а еще там, а там это душевно как бы. А пока одиннадцатиклассники стараются запечатлеть всех своих друзей и учителей на фото, младшие школьники наслаждаются общением с одноклассниками. Ведь у них впереди всего семь лет вместе. Ольга Трегубова, Иван Иванков. Новости ВТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...